добрый день дорогие друзья с вами я мороз алексей компания групп монтаж приветствуем вас в общем василий везет меня на объект который производим по егорискому шоссе в московской области на промежуточный контроль василий у нас выступает мастером на этом объекте там дело ближется к развязки и кстати поделюсь с вами своим мнением вот и посмотрим что на объекте мы делаем и как движутся дела всем привет что сидим чай пьем все это хорошо так ночью у вас происходит да 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 я тебе позвонюсь обязательно отлично сейчас будем проверять отлично это вы все хорошо оценивать отлично от скромности вы не умрете проводи экскурсию что сделали какие проблемы всем привет лекусь дочерка папа скоро будет дома какой скоро здесь ты тебя дембель осени так ну что расскажу угол 135 градусов на беседку не подходит будем вручную сводить сразу приехал и сразу уже проблемы вопросы да точно он к даю на водостоках есть углы заводские до 135 градусов есть 90 вот как раз у нас шестигранная беседка и смотрите данный угол он не подходит ведь и не хватает ему угла ну здесь шесть углов ну конечно я такую работу не приму теперь скорее всего лишь будем вручную сводить желоба будем продлевать целый без углового элемента и сводить на заклепки посередине вот а так конечно очень неровно лишь ты коньки вверху шестигранной беседки еще не сводил нет нет отлично покажем нашим зрителям как свести полукруглые коньки в одной точке плюс знаете такого рецепта нет как свести тут скорее всего работа творческая вот кто-то делает колпак сверху там вырезает подрезает коньки кто-то их там сводит в одной точке но сегодня будет такое я уже понял насыщенный репортаж сначала я проверю качество утепления второй этаж жилой но такая комнатка где-то примерно 6 на 6 2 мансардных окна утепляли 250 посмотрим ну нормально нормально вот откосы видите правильно откосы сделаны они под углом чтобы больше свет заходил него так под 90 градусов рекомендуется вот так открытые косы у нас металлочерепица матовый про матовый полиэстер компания сэсэйби толщина 05 синка 275 гидроизоляцию мы использовали здесь в сторонку тайвик софт значит подложка видите под контрабрешетку все на месте карнизы это вообще мы так делаем даже каждая бригада без самодеятельности мастер предоставляет вот рисунок угла в две карнизные планки то есть как план капельный конденсата сетка для продыха карнизная планка и потом уже кроется металлочерепицы ну и да и крюки водостока можно раньше по шнурку все листы выставлять по шнурам там есть у них два миллиметра здесь сняли но они листы по шнурке как ступенька идут на 3 миллиметра вот так на чуть-чуть над ними шнурку сняли потому что палка один день вот зазоры все четко место соединения стыка в каждую волну нужно а потом и ближе ребят крайне в центр а немножко ближе чтобы прижать и было так здесь подшивку еще не делали ясно да последний лист на скате надо слишком широкий его надо по всей длине сантиметров 30 срезать и Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, приступим сводить угол желоба. Уголок стандартный заводской, он немножко открытый получается, поэтому мы будем здесь все этот угол желоба сводить вручную на заклепке. Вот. И для этого нам надо вырезать, найти этот угол, вырезать вот так. Второй так же. Инструменты, смотрите, какие нам нужны. Пилка по металлу, правые и левые ножницы, заклепочник, заклепки, шуруповерт, краска-корректор. Мы заклепочки подкрасим, будет незаметно. Ну и герметик безуксусный Сикафлекс. Да, вот сейчас хочу показать. Ребята, видите, уже лобовую свели здесь. Вот так они обрезают. Красиво получается. В принципе, да, да, да. Все четко. Пилкой по металлу срезали вот этот уголок под нужный нам градус. Видите? Остальное мы будем сейчас срезать ножницами, дорежем ножницы. Итак, видите, мы отрезали ровно по углу. Видите, под углом пилкой по металлу и остальное ножницами по металлу. Вот так ровно по углу. Теперь будем вымерять, подвигать сюда этот желоб, чтобы они сошлись в этой точке. И напоминаю, что с этой стороны должен немножко так на сантиметра-полтора войти в этот. Это будет лицевая сторона. И так как труба у нас с той стороны, его поток воды движется туда. Значит, нахлёст будет на этот с этой стороны. Вот угол отрезал. Видите, я оставил запас такой небольшой. Это почему? Потому что оно на углу всегда можно подзагнуть. И следующий придет как раз вот в этот стык желоб. И вот как раз вот это расстояние будет для заклепок, для нахлёста. Вот так, путем подгонки. Сейчас мы краской корректора и закрасим. Вот так методом подгонки, друзья, вот так подгоняются два стыка, клепаются. Только стараться надо вот не прям в центр сверить, но в чуть в сторону заклепку и здесь заклепку. И будет нормально. И обязательно все стыки не уксусным силиконом, а специальный есть кроильный, безуксусный. Там труба стоит около 600 рублей, сикафлекс. Вот подкрашиваем заклепочки. Вот такой сикафлекс. При минус 11 он может работать. Он специальный, кроильный и безуксусный. Такая труба будет стоить, если обычный силикон уксусный, там в районе 120 рублей, то эта труба будет в районе 600. И он хороший, у него акдезия. И залипает очень хорошо, как прям резиновый становится. Если на сухую поверхность, без пыли и так далее, стыки держатся очень долго. Давай, Алексей. Вот так смотрится он. Нестандартный угол. Снизу. Сейчас мастер, Алексей, сводит конек на беседке. Самая сложная работа, в принципе. Ну как, не сложная. Но свести этот клубок, чтобы было красиво и эстетично, и не протекало. На каждом коньке ставили аэроэлемент конька. Видите, все проклеено четко. Чтобы туда сникли на металл и так далее. Вот так сейчас надо свести, а потом мы еще колпачок оденем сверху. Который как раз закроет все эти нюансы по кругу. Ваш, ты что там делаешь? Я? Да. Вот кому весело, блядь. Леха, это что такое? Нет, мой циркуль. Циркуль? Местный. А кружечку надо вырезать. Какой? 8 сантиметров. В диаметре 8 сантиметров. А ну-ка, дай-ка я покажу. Это вот радиус 40 сантиметров сделал парень. И этим прочертил. Получилась окружность у нас. Давай. И вот Алексей сделал колпачок такой на конус, где сходятся коньки. Вот, он немножко будет конусом стоять, отличается от угла. Но это наоборот добавит такую фишку. Вот, он сейчас поставит метки на каждом коньке и будет аккуратно подрезать, чтобы он как раз не было этой щели. И этот колпак осядет, как раз прикроет все эти щели. Прижмите. Как смотрится? Ну, отсюда здорово. Я сейчас поднимусь снять нюансы. Отсюда нормально, вроде четко. Хорошо. Такой конус. Сейчас залезу наверх. Вот так, в принципе, у нас получился этот конус. Видите, мы объединили 6 коньков. 6 коньков в одной точке. Видите? И специально я решил не повторять контуры крыши, а немножко даже конусом сделать. Он еще подчеркивает, так сказать. Насколько я знаю, там, Леш, клиент хотел туда какой-то флюгер, да, поставить? Ну да, еще снимать будем вот здесь что-то. Так, для красоты там или рыцаря, или что, чтобы вертелся, показывал, где север, где юг, откуда ветер. Ну вот. Вот так, дорогие друзья. Так примерно. Получается, конус. Снимать еще будем. Наш флюгер будем ставить, устанавливать. Ну да, клиент сказал, флюгер будет еще. На металлической трубке, вертящейся там какой-нибудь, или старый замок, или рыцарь, что там там делает, лев, и так далее. И с направлением стрелочки ветра, и так далее. Итак, дорогие друзья, надеюсь, что наш ролик был интересным, полезным для вас. Подписывайтесь. С вами был Крофмонтаж. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok